Иногда и на костромской барахолке может попасться что-то интересное. По крайней мере для меня это вот эта магнитола. Что ж, я снова рад всех вас видеть. Вы на канале ElectroLite, с вами его несменно ведущий по имени Иван Кабанков, как вы уже наверное все давно знаете. И перед вами сегодня кассетная магнитола фирмы Alpin, как я уже сказал в самом начале данного видео. Однако, возможно, вам станет интересен тот вопрос уже в самом начале видео. Типа, чувак, ты вроде как занимаешься советской электроникой. Зачем тебе создалась эта магнитола, неважно, правда, какой страны на происхождении, но зачем она тебе в принципе? Что с ней делать? Потому что одно дело магнитола, которое представлено в виде аппарата со своими динамиками, со своим блоком питания. И вы, наверное, подобные аппараты также видели. Но зачем это? Что с ней в принципе делать? Я скажу так. Она была куплена мной, во-первых, потому что хотели за нее не так много, об этом немного позже. Но, во-вторых, она была куплена с заделом на будущее. Потому что когда-нибудь у меня появится первая машина, да и неважно первая или нет. И я хотел бы, чтобы в ней стояла не какая-то неизвестная мне хрень, а уже магнитола, которая была мной перекопана, которая мне известна и которая мне нравится. Да, самая главная причина, почему сегодня она здесь, это потому что она мне нравится. Действительно, я вижу в ней что-то привлекательное. Не знаю, как вы, но давайте смотреть на все по порядку. К сожалению, мне уж не так и много известно о самой компании Alpin. Простите меня уж в моих не очень обширных познаниях в некоторых областях, в которых я не особо шарю. Однако, насколько мне известно, это японская компания, которая была основана в 60-х годах прошлого века. И вот эта магнитола, она, наверное, конец 90-х, либо начало нулевых, она сделана уже в Китае. Скорее всего, под руководством самой японской компании. Однако, несмотря на это, вроде бы она не выглядит, как что-то такое дешевое и ширпотребное. Пластик приятный, внешний вид у всего этого тоже приятный, несмотря на то, что она где-то пошарпана от времени. И, как я уже, возможно, говорил, возможно, скажу это в первый раз, я уже запутался в дублях. Но я, возможно, взял ее в каком-то смысле просто из-за того, что мне очень нравится ее внешний вид. Там было еще несколько вариантов от другой фирмы. К сожалению, вылетело название из головы. Если вспомню, то... А, от Clarian. Тоже довольно известная фирма, производитель магнитол. По-моему, тоже японская. Clarian, если я правильно говорил название. Но там они были немного более убитые. Поэтому я в итоге решил взять именно Alpine. Что ж, давайте снимем вот эту вот морду. Она снимается, как и у многих подобных магнитол. Однако, довольно туго. Проходит вот такой щелчок, и передняя панель отстегивается. Если каким-то образом я потом найду такую же панель, но в более лучшем состоянии, а может быть и вообще новую, то обязательно ее куплю. А пока, думаю, можно будет оттереть и эту. Она, в принципе, даже не такая убитая. Несмотря на то, что есть кое-какие потертости. Нужно только убрать всякие разводы. Непонятно от чего, от пыли, скорее всего. И она тоже будет выглядеть, думаю, весьма приятно. Здесь есть экранчик, кнопки управления. Шесть кнопок, скорее всего, которые, во-первых, используются для программирования радиоприемника. И, возможно, для управления кассетной декой. Также здесь вроде бы больше особо ничего нет. Разве что контактный разъем. Надпись фирмы-производителя Alpine, выбитая на пластике. Ну, а здесь тоже так-то ничего особо для нас интересного нет. Это контактный разъем, как и на самой морде. Также это крышечка для приема кассеты. Там уже, кстати, что-то стоит, причем фиолетового цвета. И также здесь есть рычаг, который помогает пружинить вот этой вот передней панели при установке. И где-то должен еще находиться небольшой рычаг, который все это дело отстегивает. Морду можно пока вернуть назад. Однако мы сейчас, крайне верно, не сейчас, но скоро будем ее отмывать. И предлагаю посмотреть пока на заднюю панель данной магнитолы, заодно заглянув и вот сюда. Здесь находится информация о том, что куда подключать. И, если честно, это довольно полезно. Если бы у меня не было колодки, хотя даже если она и есть, то это все равно полезно. Колодка у меня, как вы видите, есть. Однако я пока ее просто не втакаю, чтобы удобнее все это было снимать и в кадре не болталась куча проводов. Как я уже говорил, здесь колодка питания. Какой-то разъем, похожий немного на наш советский ГИМ-5. Однако контактов здесь явно больше. Для чего он используется, я сказать пока не могу, потому что не сталкивался. Но, возможно, это какая-то альтернатива для этого разъема питания. Или он выполняет что-то еще, мне сказать пока, честно, как-то сложно. Также здесь внезапно вот такие вот, вроде бы, разъем для тюльпанов. И что он тут делает, мне тоже пока сказать сложно. Однако, возможно, это AUX. А вот это вот и сам AUX, как вы видите. Это обычный разъем 3.5 джек, в который входят, во-первых, наушники. Но, конечно же, в разъем AUX наушники не включают. В него включают какое-то другое устройство, которое будет посылать сигнал нам в нашу магнитолу. И знаете, знали бы вы, сколько я вообще пытался найти магнитолу с разъемом AUX. Я не говорю то, что про всякие современные. Там, понятно, этот разъем на передней панели есть. А вот если пытаться найти что-то такое, более древнее с разъемом AUX, это надо реально постараться. Как вы видите, на передней панели разъема AUX нет, но хотя бы он есть здесь. Его не надо как-то отдельно выводить. Это, возможно, не совсем удобно, но можно будет вывести потом все это дело куда-то в машину. Если все-таки дойдет до того, что я буду его устанавливать куда-то в свой первый автомобиль. И, скорее всего, вот эти вот разъемы под тюльпан, это тоже аналог AUX. То есть сюда можно воткнуть сам кабель, получается, правый и левый канал, и выводить звук, допустим, с того же телефона. У меня просто есть такой кабель, можно будет попробовать ради интереса. И здесь еще остался провод антенны. Сюда должна внутрь втыкаться антенна. Довольно крепкий массивный провод. Мне вроде как все нравится. И также вот это вот черное, это, скорее всего, радиатор усилителя. Тоже довольно массивный. Выглядит, по крайней мере, добротно. Меня все вполне устраивает пока на внешний вид. Однако, внешний вид это полдела. Сейчас начнется самое интересное. Конечно, вам уже наверняка, мне кажется, хочется ее включить. Однако, до этого нужно сделать несколько этапов. Во-первых, я хочу отмыть переднюю панель. Это надо делать осторожно, чтобы не содрать слой декоративной краски и надписи. Потому что я не знаю, насколько они от времени могли деградировать. Может быть, они могут легко стереться. Поэтому нужно быть с этим делом осторожным. Во-вторых, я хочу открыть крышку самой магнитовой. Посмотреть, что там внутри. Нет ли там гор пыли, которую желательно бы вычистить. Возможно, смазать какие-то детали лентопротяга, если понадобится. Ну и, если особо повезет, то, возможно, поменять пару электролитов. Ну и, если так под руку попадутся, у меня тут просто целая коробка с ними есть. И, если будет к ним несложный доступ, то почему бы их, собственно, не поменять. И уже потом, я думаю, ее можно будет включить. Надеюсь, видео получится не сильно затянутым. И, надеюсь, главное, то, что оно будет вам интересным. Поэтому, как я и говорил, давайте приступать к чистке морды данной магнитолы. Попробуем навести марафет на этой передней панели магнитолы при помощи вот такой вот старой тряпочки для очков, а также при помощи средства для мойки окон. Оно не должно быть каким-то агрессивным. По сравнению, например, с растворителем, я как-то помню по тупости еще где-то год или даже два назад, протер им, по-моему, то ли переднюю стенку радиоприемника, то ли какого-то магнитофона, и она стала немного белой. То есть, пластик из блестящего стал каким-то глянцевым. В общем, по сути, я просто ее испортил. Мне сложно это описать, но те, кто с таким сталкивались, наверное, меня поняли. Тряпочка немного грязная, однако для моей цели она, в принципе, подойдет. Нужно просто прысить на нее немного средства, на ее, по крайней мере, чистое место. Так, не слишком много, чтобы ничего не залить. Сейчас мы его немножечко пальцами разведем по тряпочке, чтобы не сильно сыро было. И давайте попытаемся оттереть эту переднюю панель. Можно, наверное, начать с экрана, аккуратненько по нему провести, вычистить грязь, потому что надавливать на него, думаю, нежелательно. Хотя, мне кажется, вряд ли он, конечно, сломается, но чем черт не шутит, я не хочу. Хочу случайно тут пиксели повредить или еще что-то сделать. Ну и, как вы видите, оно, в принципе, довольно чистым становится. Правда, камера не фокусируется нормально. Ну, вот вы, наверное, видите. Конечно, какие-то разводы немного остаются, но после того, как все это высохнет, той же тряпочкой можно будет их удалить. Становится также видно то, что в некоторых местах декоративная покраска стерлась, но, если честно, меня это не сильно и беспокоит. Стираем какой-то налет и какие-то странные капельки с кнопок. Вы, наверное, видели то, что были какие-то непонятные частички. Сейчас они пропадают. Вернее, просто смываются с этим средством. Так, ну и с этой стороны сейчас тоже немного потрем. Хотя нужно будет, наверное, потом отдельно за кадром ее еще получше почистить, чтобы убрать все остатки пыли вот с этих кнопок, до которых я сейчас не доберусь. Но, тем не менее, по-моему, панелька становится явно почище и поприятнее. Даже смотреть на нее становится как-то более радостно, что ли. Так, ну и такой вот предварительный результат. Мне кажется, стало получше. Жалко, что камера не передает того, как теперь блестит этот дисплей. Хотя он сбоку, по-моему, остался немножечко еще то ли грязным, то ли это просто не до конца испарилась саможидкость для мойки окон. Но, по-моему, все отлично. Ничего не повредилось. И теперь хотя бы с этим покончено. Поэтому давайте возьмем магнитолу и посмотрим, что у нее там под крышкой. Но вот уже снять ее будет, к сожалению, не так-то уж и просто. По сравнению, например, с магнитолой LG обзорной, который я делал уже, наверное, год назад или, может быть, чуть меньше, здесь крышка снимается не просто так. Во-первых, она снимается сразу же с боковинами. И нужно открутить, по крайней мере, раз, два, и еще третий винт. И с другой стороны, скорее всего, так же. Ну ладно, самой подходящей отверткой. Нет, не подойдет. Попробуем тогда вот эту вот. А у этой не хватает усилий, чтобы все это, хотя нет, вроде идет. Но, по-моему, это какое-то извращение. Нужно искать среднюю отвертку, которая у меня постоянно куда-то теряется. Ну ладно, думаю, сейчас я ее найду. Как всегда, я нужную отвертку найти не смог, поэтому за кадром вот этим вот ключом, вот с такой вот крестовой отверткой, я немножечко крутанул винты, чтобы их было легче откручивать. И вот такая вот отвертка, она, конечно, не особо лучше вот этого брелка, но, по крайней мере, крутить удобнее. Попробую все это открутить. И, слава богу, то, что винты откручиваются без каких-либо усилий. А то иногда бывает то, что винты закисшие, и я бы, честно, представляю, как бы окорячился. Но, вроде бы, пока все относительно нормально. Убираем винты в вот эту вот изоленту, чтобы они не потерялись. Потому что искать их по всему столу и полу, я думаю, занятие не из особо приятных. Так. И сейчас главное будет все снять так, чтобы потом можно было собрать назад. Потому что я не очень-то хочу ломать эту магнитолу, еще даже ни разу ее не включив. А у меня иногда такое случается, да. Так, снимаем винт. Осталось еще два последних. Так, все. Винт снят. И, вроде как, если я правильно понимаю, теперь можно все это аккуратно снять. Сначала переднюю панель. Вроде без каких-то усилий отошла, что мне очень нравится. И попробуем снять теперь верхнюю крышку. Так. Она может держаться еще на каких-то защелках. Или просто немного закиснуть от времени. Поэтому нужно быть осторожным. Чтобы ничего нероком не погнуть и не сломать. Просто нужно понять, как ее правильно снимать. Так. Вот она, наверное, должна как-то здесь сниматься. Но почему-то здесь вот ее что-то держит. А, вот и все. Так, теперь осторожно. Надо ее снять еще и отсюда. Потому что здесь она тоже держится вот на таких защелках. И, вот, она снялась, к счастью. Так. Что у нас здесь? Во-первых, это протяг. С кассетой какой-то старой. Наверное, это какой-нибудь сборник хитов. Или что-то подобное. И что мы здесь видим? Во-первых, это какой-то трансформатор. Или дроссель. Я пока не знаю, что это. Но, если честно, я реально удивлен. Потому что в таких магнитолах я подобного, по-моему, не видел. Хотя их мне в руки, наверное, попадало штук пять за всю жизнь. И я, честно, не очень знаю, зачем эта деталь здесь находится. Также здесь видно два мотора. Первый вращает весь протяг. Второй, скорее всего, нужен для того, чтобы выбрасывать кассету. И, в принципе, это довольно логично. Потому что ручного выброса здесь нет. И, возможно, кстати, сюда я чуть-чуть капну силиконовой смазки. Вернее, не капну, а намажу. Но суть это не меняет. Так, кассету я все равно пока либо вытащить вообще не смогу. Потому что она вытаскивается автоматически. В общем, лучше не буду пока лезть руками в этот механизм. Думаю, при включении кассету он выбросить сможет. Но, так что здесь еще интересного. Вот это вот блок радиоприемника. Ну, я бы пока, как первое впечатление, сказал то, что мне все это более-менее нравится. Потому что она, во-первых, массивная. Во-вторых, видно то, что на деталях здесь вроде как даже не сильно экономили. И что, в принципе, я попробовал бы сейчас еще снять вот эту вот нижнюю панель. Заменить, возможно, пару конденсаторов. Но это затянется довольно надолго. Потому что нужно еще откручивать винты здесь. Все это снимать. Потом все это собирать назад. И пока, наверное, я этим заниматься не буду. Возможно, даже я сейчас не буду ее до конца собирать. Можно будет накинуть назад морду. И попытаться ее включить. Хотя я не знаю, насколько это хорошая идея. Но если думаю делать все аккуратно, то сделать все это возможное. И думаю, вам также будет интересно посмотреть, как она работает. Да и мне это интересно. Поэтому сейчас я разберусь, как ее запитывать. И попробуем ее запустить. Для запитки этой магнитолы можно было, конечно, использовать блок питания. У меня такой даже есть. Но, тем не менее, он немного слабенький для этих целей. Я решил использовать свинцовый автомобильный аккумулятор. Который уже, наверное, полгода находится у меня на балконе. Но, несмотря на это, он еще заряжен. Дает ток. И провода, кстати, довольно сильно нагрелись. Так что для моих целей он, думаю, сегодня подойдет. Однако, перед этим нужно подключить его провода к колодке магнитолы. Причем, давайте посмотрим немного на саму колодку. Парные провода, это провода, которые должны идти на динамики. Здесь, в принципе, 4 канала. Но, скорее всего, их на самом деле 2. Просто они дублируются. Потому что, как бы, считаются на передней динамики и задней динамики. А вот что насчет проводов питания. По-моему, их тут всего 2 штуки. Просто, обычно еще в магнитолах есть еще один провод, который идет непосредственно на зажигание. И чтобы, как бы, запустить магнитолу, нужно скрутить вместе провод минуса и провод, который идет на зажигание. Но, по-моему, здесь этого провода нет. Потому что, вот, просто 4 пары проводов, которые идут на динамик. И вот эти вот 2 плюс и минус, которые, скорее всего, питание. Поэтому, сейчас попробую все это заизолировать. И попробуем колодку к ней подключить. На колодку подключено питание. И нужно быть довольно аккуратным. Я сейчас вставлю разъем в магнитолу. И надеюсь, что ничего плохого случится. Так, полярность вроде бы верная. Поэтому, все должно быть нормально. Втыкаем. И смотрим, что произойдет. Так, пока ничего не случилось. Но, возможно, что она просто... Нужно ее как-то включить. Однако, по-моему, пока она не особо подает признаки жизни. По крайней мере, просто не включается. Вот это вот мне уже не особо сильно нравится. Я думал, что при подаче питания она должна запуститься. Однако, по-моему, она не особо торопится запускаться. Либо нужно что-то для этого сделать. А вот что конкретно, я не знаю. Возможно, здесь все-таки есть какой-то провод, который еще нужно соединить. Который, вроде как, должен отвечать за зажигание. Но чего-то этого провода я здесь не вижу. Скорее всего, я просто еще не могу разобраться, как ее запустить. Поэтому, наверное, я сейчас какое-то время подумаю. Возможно, даже найду от нее инструкцию и посмотрю, как ее запускать. Вот знаете, я, наверное, не зря еще в самом начале обратил ваше внимание на эту наклейку, которая, возможно, могла бы мне помочь. Как я и подумал, здесь почему-то в коннекторе не было провода для зажигания, который я добавил сам. Вот этот вот провод. Это типа зажигания. И после его добавления и соединения с плюсом питания, она заработала. Зажиглась подсветка, заработала кассета. И, как вы видите, кассета вращается. Звука, правда, нет. Ну, что вполне логично, потому что динамики к ней не подключены. Однако, видно, что она живая. И меня это, честно, очень радует. Сейчас я поставлю нормальную камеру и попытаемся ей поуправлять. Как вы видите, сейчас на экране зеленый горит тейп. И я поначалу подумал, что здесь экран неисправен и не горит почему-то половину дисплея. Однако, судя по всему, этот треугольничек означает направление вращения кассеты, потому что здесь у нас есть автореверс. Однако, давайте попробуем ее вытащить. Нажимаем на кнопку. И вот, видимо, она просто не прожалась. Вот, автоматика ее вытащила. Все вроде бы прошло нормально. Так, и что это мы такое извлекли из недр этой магнитолы? Это у нас какая-то студийка или штамповка с какой-то иностранной музыкой. Не знаю, насколько здесь лента хорошая, насколько она тут сохранилась. И насколько она, в принципе, была хорошей изначально. Но пока мы ее отложим. Думаю, выкидывать ее не буду. Просто потому, что она красивая и необычная. И когда мы кассету извлекли, вроде как загорелась частота. Это заработало радио. Правда, пока ничего не слышно, потому что нет динамиков. И, скорее всего, ничего он сейчас не найдет и не поймает. Так, кнопки немного, видимо, закисли. Не всегда нажимаются. Но, думаю, со временем эта проблема пропадет. Так, хорошо. Бас. Какие-то настройки эквалайзера. Баланс. Так, что у нас тут? Какие-то, видимо, сбитые в память станции. Видимо, она даже что-то помнит. Однако, я честно сомневаюсь, что она сейчас что-то принимает. Потому, что антенны к ней не подключены. Вот, интересно. Если у меня подругой кассета. Ладно, попробуем засунуть эту кассету в нее еще раз. Что она сделает? Возьмет ли она ее? Да, в принципе, механизм ее забрал. И опять начинает воспроизведить. Интересно. Кстати, здесь можно как-то переключить воспроизведение. На какую кнопку это интересно делается? Так. Ну-ка. Ага, это перемотка. Так. В общем, дастся, эти кнопки, по идее, можно как-то управлять этой магнитолой. Но вот только как, я пока не очень понимаю. Так, ага, это в другую сторону. А, стоп, это, видимо, поиск по паузе включился. Или нет? Не особо мне, если честно, понятно. Но вроде бы она что-то даже пытается делать. Ладно, давайте пока не будем ее мучить. Вытащим кассету. Потом засунем сюда что-нибудь поприличнее, не такое пыльное. Ну, а теперь давайте я попробую немножечко смазать деталью механизму. Подключить сюда хотя бы один динамик. И вообще посмотрим, какой звук она выдает и выдает ли вообще. Думаю, не лишним будет нанести вот на этот узел немного смазки. У меня есть вот такой вот силикон в баночке. Думаю, его будет достаточно. Правда, он не хочет намазываться на острие булавки. Ладно, вот чуть-чуть, буквально сюда его добавлю. И сейчас вставлю какую-нибудь кассету, чтобы он все это дело здесь распределил. И чтобы ему было попроще. Потому что наверняка здесь какая-то смазка была, она уже давно кончилась. И, в общем, думаю, механизма хуже от этого не будет. Вот, вставляем кассету, другую уже. Ой, ай, даже на меня немного полетело. Ну, вроде бы, кстати, он распределил эту смазку. Хотя, я думаю, сейчас надо будет поубирать немного излишки, чтобы она в ненужное место не полетела. Но, вроде бы, ему это скорее пошло на пользу. Потому что мне показалось, или она явно бодрее стала работать. Сейчас я пальцем уберу излишки смазки. Вот. Все. Теперь он делает то, что нужно. И, по-моему, немного даже быстрее. И, возможно, немного смазки стоит нанести и вот на эту часть. Потому что здесь наверняка тоже идет какое-то трение. И сейчас попробуем немного нанести сюда. Конечно, возможно, то, что я делаю, это лютый бред. И делаю я это неправильно. Но, тем не менее, думаю, хуже от этого сильно не будет. Немного буквально смазки, чтобы ему было полегче работать. Механизм, кстати, чем-то похож на тот, что был у магнитола LG. Но немного посложнее за счет того, что здесь управление перемотками и выбрасыванием кассеты идет за счет дополнительного двигателя. Так, попробуем вставить кассету. Ну, думаю, это, скорее, пойдет ему все-таки на пользу, чем во вред. Кассета вращается довольно тихо. И, раз она вращается, пластик, кстати, скорее всего, тоже целый. Возможно, даже в каком-то более-менее нормальном состоянии. Поэтому сейчас уберем излишки этой смазки. Распределим ее немного получше. И можно будет подключить сюда какой-то динамик. И посмотреть, какой она вообще выдает, в принципе, звук. Потому что, во-первых, будет понятно, работает ли она как и надо. И можно будет даже понять, что там с кассетником, что с роликами, не заживу в этой пленку. Что с головкой, потому что мне тоже неизвестно, насколько часто все это дело эксплуатировалось. Поэтому давайте сейчас сюда что-нибудь подключу и посмотрим, что из этого выйдет. Пока в качестве антенны я подключу провод длиной метра три. Разложу его по комнате. И смотрите, какие результаты. Во-первых, в принципе, радиоприемник работает, как вы видите. Правда, стерео мигает. Видимо, из-за того, что немного прием нестабильный. Ну, просто потому что антенна не подходящая. Ну, в принципе, как вы слышите, радиоприемник работает. Сейчас играет вот этот вот динамик от океана. Он немного порванный и не совсем подходит для качественного проигрывания музыки. Но, в принципе, играет. И слушать даже можно. Да, правда, не всегда работают кнопки. Так, что на экране показывается телефон и название радиостанции Кострома. Так что, в принципе, довольно непухая магнитола. Мне нравится. Можно попытаться найти что-то еще, но не факт, что найдет. Так, светлое радио. Так, что-нибудь еще, возможно. Нет, что-то он тут больше ничего не находит особо. Скорее всего, антенна просто отваливается. Так, это радиовера, наверное. А, это... Или это радиодача? Не знаю. Чуть не показывает название радиостанции, но, видимо, не у всех так. Так, ладно. Давайте вставим кассету. Я пока еще не чистил ни головку, ни ролики. Но посмотрим, что из этого получится. Вставляем. Он ее забирает. Низких, конечно, не очень много, но, в принципе, играет. И вроде бы без упсовых даже проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ясно. Вроде бы играет. Меня это реально очень радует, то, что ничего не жует, ничего не плавает. Конечно, все это надо чистить, но раз уже все это более-менее работает, то меня это радует. Кстати, если я правильно вижу, здесь головка двойная, то есть она одновременно, как бы, не поворачиваясь, не передвигаясь, может читать сигнал с обоих сторон кассеты. И это, наверное, хорошо, потому что если здесь была бы головка с поворотом, или бы она как-то немного перемещалась, то с временем немного Азимут бы сбивался и играл бы хуже. Так, ну вроде бы обратно все равно тоже играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, если кому-то интересно, то эта кассета самописная, и, наверное, уже года два, и, несмотря на то, что она где-то немножечко, может быть, заживалась по ремес, но она вполне неплохо играет. Это, кстати, кассета Panasonic, она хорошо прописалась, и, в принципе, меня радует уже, как я уже говорил, примерно года два. Так, ладно, пока ее извлекаем. И вот, что делать конкретно сейчас, я даже не очень понимаю. Наверное, нужно все это дело почистить, и нужно также посмотреть, в каком состоянии прижимные ролики, потому что я очень надеюсь, что менять их пока не нужно. Потому что, во-первых, это не совсем обычные ролики. Если я правильно понимаю, они покрупнее, чем стояли, допустим, в магнитоле LG. И, во-вторых, менять их само по себе здесь занятие, мне кажется, немного геморрное. Поэтому буду надеяться, что эти ролики просто еще в хорошем состоянии. Так что сейчас вот посмотрю, что как. Потом нужно будет все это дело нормально собрать, подключить получше динамики, подключить нормально антенну, и посмотреть, на что, в принципе, эта магнитола способна вот в таком вот состоянии. Как вы видите, пока я готовился, уже даже тема успела окутать наш город. Однако, в данной ситуации, наверное, бояться не стоит, это лишь мне на руку. Посмотрим, принимает ли она СВ и КВ диапазоны. Включаем ее. Ну, фокусируйся давай. И, как вы видите, сейчас звука нет, потому что он выключен. Логично. Так, к самой магнитоле подключены два нормальных динамика, вместо того ущербного огрызка, причем еще и порванного, который у меня остался от одного из океанов. Сама магнитола, как и до этого, питается автомобильного аккумулятора, потому что это банально удобнее, чем запитывать ее от какого-то блока питания, который еще и не может выдать нужную силу тока и постоянно отрубается. Поэтому, думаю, аккумулятора хватит, он еще долго не разрядится и я вам смогу ее без каких-либо проблем показать. Во-первых, добавляем громкость. Сейчас к магнитоле подключены наружные антенны, которые у меня являются водосточной трубой, потому что вот с антенной, которая мне досталась еще от какой-то другой магнитола, возможно, это, кстати, была уложена, которая у меня уже был, вроде, когда-то начинала, происходит какие-то проблемы. Почему-то радио принимается с какими-то вот, как мы и видят, и видят, и видят, какие-то, что нет, то я, скорее всего, делаю в отеле, что снаружи, но нет, нет, давайте посмотрим какие-то станции он был в плече для удовольствия, думаем, что все надеет, потому что мы посмотрим, что у нас все это происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, возвращаемся пока на FM1 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дэкс Субтитры сделал DimaTorzok Ну, надеюсь, вы слышите то, что что то здесь есть Уже сразу он что то находит Правда, играет немного тихо Но вы надеюсь слушател, что что то здесь есть Причем это русская станция Я только сейчас начал понимать Иногда он настраивается на штуку Но станции здесь почему-то нет Либо станция есть, но она слишком слабая Либо радиоприемник настраивается на какие-то помехи И это не станция Здесь тоже что-то непонятное И опять какая-то ерунда Что-то пока пусто Станции нет Одни шумы, к сожалению Я не знаю, возможно на природе или в машине Ночью он уловил бы лучше Но, к сожалению, станции практически нет По-моему, вот была только одна А, и вот эта, по-моему, тоже станция Да, это определённая станция Но слабее даже той, которую мы поймали в самом начале Ещё какая-то станция, но ещё более слабая Я вроде бы что-то разрешаю Но не знаю, слышите ли что-то вы Кстати, можно, в принципе, попытаться уменьшить бас Чтобы это нам не мешало Кстати, да, отличная функция Сейчас, может, придёмся даже ещё раз Потому что стало меньше низких частот, которые мешали Вот ещё какая-то станция Тоже что-то очень отдалённое Почти не смешное Так, подождите немного Послушайте это буквально чуть-чуть Вы слухаете транспитного радио А, нет, к сожалению, это не совсем то, о чём я думал Просто я тут буквально день или два назад видел Ролик одного товарища из Барнолу У которого на средних или на коротких лунах Но, по-моему, на средних минут уже пять Повторялся кусок вот из этой музыки Интересное совпадение Ну-ка, чё это такое? По-моему, это похоже на чё-то украинское Ну или украинское, если правильно Хотя, возможно, это международное радио Китая На украинском, но не знаю Скорее всего, это всё-таки из Украины идёт Сигнал довольно мощный Всё хорошо слышно И это даже можно слышать, в принципе Не знаю, насколько тут смесловая нагрузка Я не буду разбираться в содержании передачи Однако, слышать это вроде бы можно Более-менее различим Так, посмотрим, что дальше у нас у нас есть Опять что-то довольно слабое И ещё что-то более слабое У него тоже что-то посильнее Воскресенье Законной защиты от порнографии Как заявила замглава синодального отдела По взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вактан Кившидзе Так называемое произведение под видом кино Унижает значимые для христиан символы Сегодня Министерство культуры России Отказало в прокатном удостоверении Фильму-искушения голландского режиссёра Пола Верховина Как сообщили в ведомстве В картине присутствует сцена провокационного характера Которая расценивается как нарушение законодательства О свободе совести Свободе вероисповедания И религиозных объединениях Один человек погиб Пятеро пострадали в результате драки Это новостная станция Скорее всего она вещает из Москвы Просто я тут вычитал в новостях Наверное год назад То что вот примерно год Или нет наверное всё же год назад Под Москвой вроде как запустили Какую-то средневолновую станцию Обычно станции отключали Если они ещё были Но вот произошло какое-то чудо И по-моему вот этот вот передатчик Находится где-то под Москвой Это если не ошибаюсь Станция Вести ФМ И так-то она вещает откуда-то Из СНГ вроде как Но по-моему недавно запустили Ретранслятор под Москвой Или какую-то другую станцию Которая носит такое же название Поправьте меня пожалуйста Если я ошибаюсь Но по-моему такая информация была Я её даже читал Как вы слышите Слышно вполне хорошо И это также можно слушать Это какие-то новости скорее всего И тут наверное и музыка есть По сути на ФМ диапазоне Есть эта же станция Вести ФМ И скорее всего Её сюда ретранслируют просто И знаете даже реально приятно То что кто-то решает заняться тем Чтобы ретранслировать станции В средневолновый диапазон Это по крайней мере Греет мою душу В каком-то смысле Так ладно Есть вот интересное ещё что-то Что-то очень суровое Я что-то слышу Но вы наверное не слышите ничего Так ну и предлагаю По самому началу Ещё раз пройти Быстренько С электричным басом Нет к сожалению Здесь особо всё равно ничего нет Эта станция куда-то То ли пропала То ли она стала приниматься хуже Я почему-то её не услышал Ну ладно давайте посмотрим Теперь коротковолновый диапазон Если я конечно правильно понимаю Я потому что возможно сейчас Допускаю какую-то тупую ошибку Но судя по частоте Мы сейчас смотрели Всё-таки средние волны А это должны быть короткие Поэтому посмотрим Так Получается что Добавляем громкость И тут что-то есть Но тихо Ну нет знаете что-то станции Я не слышал вообще никаких К сожалению Да станции нет Может мне просто не повезло С диапазоном Или с временем суток Такое тоже может быть Но к сожалению нет Станции я здесь не слышу Однако меня уже порадовало То что есть какие-то станции В среднем в новом диапазоне И то что Эта магнитола их в принципе принимает Что действительно очень приятно Ну и теперь давайте перейдём К не менее важной части Этого магнитофона Вернее не то что перейдём Я просто вам напоследок Ещё раз покажу то что она работает А это у нас кассетная дека Либо же скорее кассетный плеер Для теста я записал две песни На штоповочной кассете Которая смог откалибровать мой Technics Одну вы слышите сейчас А другую в конце видео Вставляем кассету И он сейчас её должен забрать Да он её загружает И она начинает воспроизводиться Автоматически Поэтому вы наверное послушайте А потом просто ради интереса Ещё потестим кассетник На его функции Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Было когда-то то, что сейчас уже в таком состоянии Немного изношенном все равно от времени Она может просто не справляться с теми функциями Которые могла делать, когда она была более-менее новой Но вроде пока ничего беды не предвещает Так, вот Ага, то есть теперь он сканирует кассету еще в другую сторону Так, что он с ней хочет делать? Ага, то есть я, кажется, понял, что он сделал Он ее отсканировал Когда она закончилась, он переключил вторый верс И начал ее... А, или нет Ладно, в общем, черт его знает, что он там с ней делает Скорее всего он пытается запомнить, где находятся паузы Однако, думаю, его стоит обломать Потому что, думаю, таким заниматься нам особо не нужно Ладно, вставим пока кассету назад Потому что я не помню, пытался ли я включить 4 Ну-ка Ах, тебя 1А1 Включай долгий Би 4БС Я уже сам забыл В общем, судя по всему, вот это вот поиск треков вперед Поиск треков назад Так, стоп, а 3... А, нет, стоп, вот это поиск назад Поиск вперед А что делает? 3 3 включает еще какую-то систему А 6 сканирует Вот, мне не нравится то, что у них почему-то нет нормального переключения автореверса На магнитоле от Kii Sorrento, который у меня тут есть Я про нее еще давно хотел сделать видео И даже вы ее видели на канале в ролике про обзор кассет Однако, в нормальном видео про нее само она так и не появилась Потому что есть на это причины Во-первых, у меня просто нет банального времени на это Во-вторых, там случилась какая-то проблема И теперь у нее не работает ее подсветка клавиш То есть, если здесь она работает просто по факту То там за это должен отвечать шим-контроллер То есть, эта светодиодная подсветка должна подключаться к системе автомобиля И как бы загораться с той яркостью, которая находится в самой машине В зависимости от времени суток Однако, я, похоже, эту систему шим-подсветки спалил И теперь она не работает Что меня, если честно, расстроило Однако, сама магнитола полностью работает Там работает и кассетник, и радио, и CD Однако, если честно, по-моему, радио у этой магнитолы работает лучше Да и кассетник, несмотря на то, что немного Ну, мне, по крайней мере, непривычнее Качеству вроде бы той не уступает Так что это меня вполне устраивает Здесь еще осталось пару кнопок Например, кнопка F Которая отключает красную лампочку Да, самая важная кнопка И самое важное, я не знаю, что она делает За что она отвечает Потому что я и в режиме радио, и в режиме кассетника ее нажимал И вроде как ничего не меняется Так что мне даже самому интересно Ну-ка Так, меняем на АПМ Нет, я думал, что, может быть, она отвечает за стерео и моно Но вроде как нет Так, хорошо, что делает Т-Инфа 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 Что она делает? Я сам не знаю Может быть, тюнер инфа Но вроде как он и так пишет информацию о радиостанции, если она есть Так, ладно, включим ее Так, кнопка AF А что сделала AF? Если честно, я тоже не понял, для чего она нужна Возможно, какая-то система улучшения сигнала Однако, разницы я, если честно, не слышу Так, с этими кнопками вроде разобрались Это отвечает за настройку на станцию Кнопка увеличения и уменьшения громкости Кнопка извлечения кассеты Этот стадиот отвечает за индикацию работы магнитолы И здесь есть еще кнопка, которая отвечает за ее включение и выключение Правда, сама панель, видимо, немного не контактится со своим разъемом Или просто же кнопки от старости слегка начали не срабатывать И она работает не всегда Однако, в большинстве случаев и меня это также устраивает Кстати, это относится и к громкости Видели то, что я нажимал, но она не всегда работала Александра, Александра, этот город наш с тобою Стали мы его судьбою Иди с его лицом, чтоб не было в начале Я, если не ошибаюсь, с фильма «Москва слезам не верит» Я его не смотрел, однако эта песня мне, если честно, очень нравится Но, думаю, сейчас не стоит больше говорить уже о самой этой магнитоле Потому что я попросту рассказал все, что мог о ней рассказать на данный момент И давайте подведем какой-то итог данного видео И что я могу сказать по итогу данного видео, которое я бы сейчас назвал небольшим Однако, вот, по-любому, оно уже вышло на час, если не больше Ну, по крайней мере, 200 рублей эта магнитола, думаю, стоила Мне кажется, все согласятся, что я деньги скорее не выкинул А, возможно, даже выгодно ее купил Потому что за 200 рублей такого на Авито, допустим, я бы найти смог навряд ли Да, сама магнитола мои ожидания вполне оправдала Во-первых, она работает Во-вторых, имеет AUX, который я, правда, грешу, не проверил Однако, мне кажется, он работает без проблем Потому что, ну, ну как может AUX сломаться? Разве что там сломается сам разъем Но, мне кажется, пользовались и втыкали в него что-то нечасто Поэтому я более чем уверен, что он работает А что вот насчет самой магнитолы? Возможно, у вас еще в самом начале, я даже, по-моему, пошутил на эту тему Собственно, зачем мне эта магнитола? Можно было бы, конечно, сделать из нее какой-то такой домашний бумбокс Домашний музыкальный центр Однако, я так извращаться не буду Я просто, скорее всего, ее уберу в укромное теплое место Где она не будет портиться или как-то деградировать И буду ждать того момента, когда у меня появится первый автомобиль Потому что я хочу в свою первую машину хорошую магнитолу Обязательно кассетную Обязательно, которая будет мне нравиться и с которой я знаком Чтобы у нее хорошо работало радио И кассетник, что не так часто можно найти, в принципе, в наше время И я думаю, что эту магнитолу я нашел Возможно, за кадром я еще сделаю некоторые какие-то приготовления Поменяю некоторые конденсаторы Хотя в этом, по-моему, нужды особо нет Потому что внутри все более-менее чистенько Ничего вздутого или протекшего я не нашел И судя по тому, что магнитола вполне себе выполняет функции свои, которые и должна Она, думаю, еще проработает долго А если что-то случится, то, надеюсь, отремонтировать я ее смогу Мне, если честно, в последнее время все свои видео кажутся какими-то странными Такое чувство, будто то ли я какой-то стал не такой То ли просто контент становится лучше Но мне, если честно, кажется то, что я снимаю какую-то ерунду Однако, судя по тому, что мои видео смотрят Они кому-то нравятся И то, что я трачу на это довольно много времени Все же я скорее снимаю не ерунду Ведь кому-то по-любому нравится такой формат, где очень много болтают Привет, паковин Ну, думаю, в общем, у этого свой зритель найдется По крайней мере, я старался Так что, если что-то с этой магнитолой необычное произойдет Я надеюсь, только хорошее Я, наверное, запишу и второе видео И, в принципе, здесь, кстати, даже есть куда разгуляться Потому что, к примеру, сюда можно встроить модуль Bluetooth Потому что, как раз-таки, модуль подходящий у меня есть Не использованный еще от древнего проекта, который я собирался сделать год назад И его, в теории, можно сюда встроить Потому что для него нужно питание 5 вольт Оно тут по-любому найдется И для него нужен аукс Он здесь тоже имеется Осталось лишь, во-первых, разобраться, как пользоваться ауксом Потому что мое предположение То, что он может работать в режиме тейп Когда кассета не вставлена И осталось найти способ, как его запитать Однако, я не обещаю то, что это видео будет Но, тем не менее, если оно будет То я вам обязательно его покажу Поэтому, ну и любые другие, как бы, манипуляции с этой магнитолой Если они будут существенны, я вам тоже постараюсь показать Поэтому я искренне надеюсь, что кому-то моя болтовня была интересна Вы были на канале ElectroLight С его несменным ведущим по имени Иван Кабанков Так что, наверное, на сегодня я с вами прощаюсь Но, как вы знаете, ненадолго Скоро увидимся Ну и да, это еще не совсем конец Пловите бонусную песню в конце Грохочет гром Свергает молния В ночи, а на холме Стоит безумец и кричит Сейчас поймаю тебя сумку И свергать ты будешь ней Мне так хочется Что стало сын моей То парень безумчится Тобой на ручьё Всё поймать, не биться В глубине Исчерский льд Смотреть на это Выходил, как на холме Без шуми, смехов Исчерский льд Он виден в ссоре с головой Он виден сам себе враг Надо же выдумать Такой его дурак Исчерский льд То парень безумчится То парень безумчится То парень, то ручьё Всё поймать, не биться Утром по сельской дороге Медленно шёл ночной герой Весь лохватый сингтон И улыбался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь, наконец, всё.